всем привет ты решил посмотреть ролик сейчас я вам расскажу покажу как поменять ремень грм honda odyssey r6 f23 мотор буду записывать в режиме реального времени без монтажа нету времени ну и принципе никогда так первонаперво отключите отцепите клемму с аккумулятором так как будете демонтировать генератор провод будет у вас просто лежать то есть можете что-то замкнуть что-то у вас вылетит ну скорее всего там блок управления двигателем может что-то там погореть так ну первонаперво выставьте метку на шкиву коленвала с меткой которая находится на защите грм все это будет верхняя мертвая . можете разбирать для удобства доступа лучше расснять гидроусилитель генератор я вот снял кронштейны оба снял все у меня теперь место достаточно все разобрали крышку грм сняли ремни обязательно обязательно вам поменять надо сальники распредвалов распредвала сальник маслонасоса балансирного вала он будет маслонасоса называться и сальник на коленвалу тоже надо будет поменять все если вы разобрали не поставили метки я вам сейчас покажу как метки должны стоять тут вот есть на головке блока цилиндра отлив получается на распредвале есть под шпонку прорезь все их совмещаете это и есть метка верхняя мертвая . так скажем на балансирном валу также есть отлив на корпусе маслонасоса есть под шпонку прорезь но так как вы будете одевать сюда шестерню балансирного вала вала у вас будет не видно этой прорези поставьте метку рядом с меткой на корпусе маслонасоса внизу на коленвалу также имеется метка отлив вон она не видно шпонка на коленвалу тоже является меткой их совмещаете все верхняя мертвая . то есть чтобы снять шестерню коленвала вам надо снять датчик положения коленвала достаточно открутить справа и снизу два болтика все этот можно не трогать все на проводе повиснет все поменяете сальник обратно поставите шестерню коленвала прикрутите датчик положения коленвала проконтролируйте чтобы все метки были по местам в принципе все можно будет собирать также надо будет поменять и ролики тут два ролика получается имеется один ролик идет на натяжение грм а другой ролик идет на натяжение помпы балансирного вала коленвала в принципе вот и все все легко и просто ну и не принципе не долго надеюсь вам был полезный ролик пока